В Москве участнику митинга за свободные выборы в Гордуму сломали руку при задержании. В сети выложили видео, как полицейские выворачивают ему конечности и тащат в автозак. Об отношении в обществе к силовикам могут свидетельствовать вот эти самые кадры из Архангельской области, где еще совсем недавно на станции Шиесн шли настоящие боевые действия между бойцами ЧОПа, нанятыми фирмой сына генпрокурора России Чайки с местным населением. Люди, кстати, боролись за то, что об олигархии, решившие здесь воздвигнуть полигон, рассчитанные на прием 350 миллионов тонн московского мусора в год, не убивали всю тайгу. Бандиты сбивали людей, а силовики смотрели на все это со стороны и не вмешивались. Как итог, это фото. Кстати, к чучелу был прикреплен плакат с таким содержанием. Понятие чести несовместимо с законом о государственной службе. А в Екатеринбурге прошла акция под названием «Опен плов». Мусульмане позвали на нее всех желающих. Кроме раздачи плова, они обсудили и строительство мечети в центре города Храбрых, что недавно отстоял сквер от уничтожения очередным религиозным сооружением. Кстати, власти посчитали с ее мероприятием несанкционированным и пообещали все вытекающие последствия. Это цитата. Однако правоохранители не решились разогнать толпу. Саму молитву мы по этическим соображениям не снимали. Зато вы можете насладиться процессом трапезы в центре цивилизованного мегаполиса. Эти кадры мы оставляем без комментариев. Полиция наблюдала за всем этим со стороны и никого не разгоняла. Росгвардия туда вообще не сунулась. И действительно, им бы детей и пенсионеров разгонять. Примечательно, что акцию эту организовала контора под названием «Уральский мухтасибат». Это проект, контролируемый медными королями Урала, которым недавно в сквере по носу нащелкали. И акция эта была, скорее всего, давлением на губернатора с целью добиться постройки первой соборной мечети в столице Урала. Для того, чтобы в дальнейшем, ну что бы вы думали, да-да, конечно же, построить все тот же элитный жилой комплекс под видом храма в центре города на контрасте с уступками власти мусульманам. Вообще, здесь, на Свердловщине, полиция уже почти год пребывает в состоянии безвластия. Начальника областного главка сняли, а нового пока что не назначили. Вот рядовые полицейские решили, что им можно просто не работать. Мало того, что чиновников-коррупционеров не сажают, так еще и простых воров к ответственности привлечь не могут. Сейчас вы увидите, как люди уже два года оббивают пороги кабинета, чтобы добиться расследования. Дело, что и вы единого яйца не стоят. Известны все его фигуранты. Да и не скрывается никто, но несмотря на это, увы. Еще в 2017 году в городе Каменск-Уральске ограбили магазин. По версии работников торгового предприятия, кражу совершила Ирина Невьянцева. Зайдя в торговый зал, она воспользовалась тем, что продавец работал с другой покупательницей. Когда он освободился, было уже поздно. Из торговой точки унесли дорогую шубу. Написал заявление, меня вызвали на опознание, меня и свидетельницу. На опознании опознали ее. Была очная ставка, где также я опознал девушку, которая была в этом магазине. Казалось бы, кто украл, известно. Возьми да привлеки к ответственности. Но это только в законе так написано. На самом же деле все совсем иначе. Дело уже длится два года, а с места не сдвинулось. Подозреваемая приносила в полицию липовые справки с места работы, которые подтверждали, что в момент совершения преступления она находилась совсем в другом городе. Следователи, как ни странно, подшивали их делу. А потом, когда юристы потерпевшей стороны выясняли факт подделки документов, они странным образом пропадали. Однако, несмотря на это, алиби Невьянцевой почему-то под сомнение не ставилось. И на месте пропавших справок в деле появлялись новые, тоже липовые, но уже более аккуратно сделанные. Да что уж там в справке. Из дела целый протокол очной ставки пропал. Единственной очной ставки, которая была проведена между заявителем и подозреваемым. А вот свидетель сами напрашиваются на очную ставку. Но им почему-то отказывают. На потерпевшую тоже давят. Люди в масках пришли к ней в дом. Полицейские возбудили дело. Однако толком не расследуют его. И самое, что интересно, даже ознакомиться с ним не дают. В прокуратуру города поступила жалоба от потерпевшей Гельманова о том, что якобы из материала дела исчезла, пропала ли часть документов. Прокуратура намеревается провести проверку по факту пропажи документов. Однако, кого привлекут к ответственности и привлекут ли кого-то вообще, пока не ясно. За время расследования этого дела сменились уже три следователя. И каждый из них валит вину на других. Сейчас Святая Троица вообще скрывается от потерпевших и свидетелей. В данный момент нету следователя, он на выезде. А Афанасьева? Кого-нибудь? Хорошилова? Кого-нибудь пригласить? Все на выезде, что ли? Нет, не все на выезде. В данный момент только следователь, который занимается данным углом, находится на дежурных сутках. Дело в том, что гражданка Невьянцева судима по народной наркотической 228-й статье. Поговаривают, что она является информатором, а проще говоря, стукачком тех самых следователей. А своих как раз не трогают. Делай, что хочешь, не посадят. При службе городской полиции пояснить, по сути дела, тоже ничего не смогли. Единственное, что мог рассказать пресс-секретарь, так это общие фразы о проверках и ответах. По данным обращениям, безусловно, будут даны ответы, будут проведены исчерпывающие проверки и будут даны ответы. Проверки, ответы. Разве это нужно народу от полиции? Люди требуют, чтобы преступников ловили. А вот с этим в Каменске как раз таки все плохо. По моему участку разъезжал КамАЗ, водитель которого угрожал мне повредить мой автомобиль. Позвонив в полицию, зарегистрировав ЭЗО, сотрудники полиции не приехали. Обратившись на личный прием к начальнику УМОК Каменско-Уральского Кивелеву, данный факт был установлен и проводится проверка. Возникает вопрос, почему все решается через личное обращение к Кивелеву. А в пригороде Каменска произошел вообще дичайший случай, который не поддается объяснению. Мужчину избили, он попал в больницу. К нему, как обычно и бывает, в таких случаях пришли люди в погонах. Пострадавший все рассказал. Показал, кто совершил преступление. Но дело почему-то завели на него самого. Через неделю меня выписали. Я сидел, ждал, когда за мной приедет машина. И заходит человек. Проедем с на мной в отдел, не представившись, ничего. Все. Сразу в машине меня забрали телефон, не дали позвонить родным. Отпустили только меня в 9 часов вечера. На сей раз пострадавшим повезло. Но показательно, то, что разрешить историю удалось только после визита журналистов в областной полицейский главк. Я думаю, что после проведения соответствующих мероприятий, в ближайшее время, должен порядок будет наведен. По тому запросу, что вы направляли о том, что воровку не могут привлечь уже на протяжении двух лет, а точнее сказать, более двух лет к уголовной ответственности. Значит, уголовное дело запросили в главное следственное управление. Сейчас оно здесь находится на изучении. Будет дана достаточно принципиальная оценка следователю, у которого в производстве находилось это дело. Ну и, соответственно, те рекомендации по дальнейшему расследованию. И думаю, что с мертвой точки, наконец-то, расследование сдвинется. Кроме того, у нас будет оно на контроле находиться. Но я думаю, что не только у вас, но и вы сами будете тоже контролировать. За первый квартал 2019 года отмечено снижение роста зарегистрированных преступлений к 38 субъектах Российской Федерации. Всего зарегистрировано 491 тысяча преступлений. Около 93% преступлений зарегистрированных выявляется органами внутренних дел, при этом 23 тысячи еще на стадиях приготовления и покушения. Согласно официальной статистике МВД, кривая преступности в России уверенно идет вниз. Однако существует и другая статистика. Ее озвучил начальник службы собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области полковник Валентин Зинков. Хотелось бы, конечно, чтобы преступлений со стороны сотрудников совершалось каждый год все меньше и меньше. К сожалению, картина, конечно, мы видим обратная. В этом году только нашим подразделениям выявлено 26 фактов преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел. В общем, картина складывается у нас, что 55 сотрудников совершили 41 преступление. Причем, как я говорю, к концу года мы собираем практически весь Уголовный кодекс Российской Федерации. И это только по одному региону. А что по всей России? Подтверждением его слов служит еще один дикий случай, что произошел также на Урале. Здесь глава администрации поселка заказал неугодного полицейского. Да-да, и такое бывает. Бывшему участкуму Североуральского Владимиру Фуфаеву, несмотря на исключительно положительные отзывы от руководства, грозит реальный срок. Закусился он с главой своего поселка и отказался работать по указке администрации. Ну, в смысле, ежедневно выполнять поручения чиновников и отчитываться им об этом. Дело в том, что чиновник этот не простой, а тоже бывший, из тех самых органов внутренних. Запомнился он простому люду, как гнилой взяточник. Со слухов жителей поселка торговал наркотиками, крышевал, спиртовые точки и так далее. Ходил был магазином, побирался, выпрашивал продукты. Будучи стал он мэром года 3-4, никаких он для поселка ничего хорошего не сделал. Зато сделал много плохого. Например, решетки срезал на окнах и сдал куда-то. Горки детские распилил. Вот здесь стояли горки. По указанию главы администрации поселка Черемахово, Петровом, данные горки были срезаны в металл. Благодаря моим стараниям данный металл был сдан на ветхранение, но дети остались без горок. Но все это мелочи. Самое интересное, это как здесь действует программа расселения аварийного жилья. Людей просто по беспределу выселяют и дома сносят. Вот моя квартира, я до сих пор прописана здесь. Можно наш мэр здесь поживет? Женщина, что прописана в этих развалинах и существует, снимая жилье за свой счет, явно нервничает. Но дело это не меняет. Короче, про Петрова я вам ничего не могу хорошего точно сказать, потому что к нему сколько раз обращались по поводу даже квартир, по поводу всего. Он ничего не делает. Был он ментом, чего он долго делал? На взятках жил, что ли? Пускай живет на взятках. Вышел в мэры, пускай живет в своих мэрах. Если он думал, что он повысился, это ничего не значит. До свидания. Местные говорят, что мелочность главы поселка не знает границ. Он бы все казенное имущество с радостью бы распродал. Были бы покупатели. Я в кабинете администрации поселка Черемахово. В кабинете у Игоря Петрова купил телевизор и DVD. За 2 рубля и еще полтора рубля DVD. Телевизор за 2. А что он еще предлагал? Он предлагал еще кинотеатр за 30 тысяч. У меня денег таких не было. А еще запомнился он простому люду, как человек очень озабоченный, постоянно рассылаясь жителям порноролики. Мы очень хотели познакомиться с этим великолепным чиновником. И представьте себе, нам удалось это сделать. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Анисимов Евгений, телеканал Крик ТВ. Присажайтесь. Присаживайтесь, пожалуйста. На вас говорят, вы не порнографию рассылаете. Мы с жереваться. Присаживайтесь. Вот мы видели, даже можем показать. Не покажем в эфире. Ну правда, закроем, естественно, по требованию Роскомнадзора. Я не распространял. Распространяли? Нет. А еще говорят, это горки были и решетки спиленные. Деньги куда делись? По горкам там проводилась проверка. Впрочем, ничего предосудительного в его поведении не видят ни прокурор, ни заместитель главы округа. А глава города Матюшенко вообще сбежал от нас. Видимо, не хотелось краснеть за своего подчиненного. Как вы видите, глава Северо-Уральского Василия Матюшенко, известный своими ипотажными рассказами о губернаторе и об истории России, решил не отвечать на наши вопросы. Он просто закрыл приемную наклюшку. Поговорят, что глава администрации заказал участкового через местного сотрудника ФСБ. Тот выписал вот такую нехитрую бумагу на заранее заготовленном бланке. Вот смотрите, какие делают постановления местные сотрудники ФСБ. И местная прокуратура такие бумаги принимает. Имеется постановление, утвержденное неким замом, в котором не указано ни фамилия, ни звание. Нет, соответственно, печати. После этого чекист нагнал людей, и они провели весьма интересную операцию в гараже своей жертвы. У меня были похищены ключи от личного гаража. Что несколько часов делали правоохранительные органы в моем личном гараже, мне неизвестно. Когда привезли меня к данному гаражу, в данном личном гараже у меня были обнаружены патроны. Мужчина просил и следствие, и суд снять отпечатки пальцев с изъятого оружия, но увы. Со самых первых дней расследования уголовного дела мой доверитель неоднократно заявлял ходатайство о производстве дактилоскопической экспертизы. Но по непонятным причинам ему было отказано. Кроме того, мы уже и в суде первой инстанции зарекались об этой экспертизе. Судья также оставил наше ходатайство без удовлетворения. На суде отпечатки отказались снимать якобы, чтобы не затягивать процесс. А на самом деле, потому что этих отпечатков там просто, скорее всего, и нет. Так и посадить восставшего против чиновников участкового не получится. А тем временем суд идет. Да, я могу однозначно сказать, что процесс идет с обвинительным уконом, поскольку все ходатайства стороны прокуратуры, стороны государственного обвинения удовлетворяются даже без учета мнения стороны защиты. То есть, ловлю себя на мысль о том, что, грубо говоря, судья полностью поддерживает сторону обвинения, и она готова уже вынести обвинительный приговор. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях. Добавляйтесь в друзья. Сообщайте новости. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok